Доброе время и суток! Сегодня я забрал с новой почты дрель шуруповерта аккумуляторный от торговой марки Днепро М. Хочу вам немножко рассказать об этом шуруповерте. У меня есть много техники Днепро М, поэтому я решил купить именно ее для отца. И что же, начнем. Стоит он 2,300 с бесплатной доставкой без комиссии за перевод средств. Заказал я на Пасху, кажется. А, в субботу перед Пасхой. Ко мне сразу позвонил менеджер и туда-сюда сказал, в понедельник вторник отправить. Я спросил, когда реально отправят. Отправили вторник. В среду уже в обед был шуруповерт у нас на почте. Ну, с учетом того, что не было света, я не смог его забрать. Вот, забрал и сейчас вам хочу о нем рассказать. Модель, вы видите. Adel 1225PZ. Так. Вот такая коробочка. С одной стороны русская. Надпись с другой стороны украинская. Не знаю, почему украинский бренд делали русскую. Надпись украинская. Но, скорее всего, из-за того, чтобы больше людей покупало. Поскольку украинский язык не столь популярный, как русский. Так. Смотрим, что у нас здесь пишут. Три рука гарантии. Да, это если регистрировать на сайте. Максимальный крутящий момент 25. Аккумуляторный 2.5 емкость ампер-часов. Время зарядки 100 минут. Ну, да, очень долго-таки заряжается. Количество вращений на первой скорости от 0 до 350. Это в положении low, а в high от 0 до 350. Так. Что у нас в комплекте? Ну, сама дрель. У нее патрон быстро съемный. Потом зарядное устройство. Это показано, что фонарик есть. Две скорости и два аккумулятора идет. От Samsung, как пишет. Ну, я так понял, здесь просто стоят три батарейки там в каждом этом аккумуляторе. Ничего там такого необычного я не увидел. Так. Региструю инструмент до клуба. Да, это все, конечно, хорошо. Но я регистрировал, пробовал опять зайти туда-сюда, получить скидку. Поскольку там, если заказать два-три товара, пять, ты получаешь скидку. У меня скидка есть там после трех товаров. Потому что я раньше не регистрировал. Хотел получить, ну, как, по скидке купить туда-сюда все. Я это зарегистрировал. Но, увы, уже нельзя, потому что там какие-то нововведения делают. А вам советую зарегистрировать свой инструмент. Даду еще три года гарантиями. Напряжение аккумулятора 12 вольт. Леон. Емкость 2,5 ампер часа. Зарядка 100 минут. Ступень вращения 18. Вращающийся момент 25. Так. Максимальный диаметр дерева 20, сталь 10. Ну, да, конечно же, дванадцатым сверлом, думаю, все будут сверлить им. Для этого делать лучше дрель. Ну, все-таки, разное бывает. Вес 0,97. Очень-таки, на руку очень-таки важный. По сравнению с моим метабу. Он очень-таки многовесит. Вес кейса 24 килограмма. Ну, все. Вот такая картоночка была. Был просто пленки. Вот такая кейс. Кейс очень-таки маленький. Скупенький. Туда ничего лишнего не положишь. Ну, с другой стороны, кто хочет там носить чисто шурповерд, это идеальное решение. Качество кейса по сравнению с моим метабовским, конечно же, полный шлак. Метаба стоит 3 300, а это 2 300. Тысяча гривен, но здесь, не знаю, все, все хуже. Ручка какая-то. Кажется, вот эти вот крепления отломаются. Вот эти вот металлические штучки, я не знаю, вам передадут за них все или нет. Мне кажется, они тоже поржавеют, погнутся, полопают. Ну, это мое сгубомнение. В Днепровом, видите, вот здесь по-украински написано, не по-русски. Странно. Может, кто-то не поймет по-русски. Так, открывается очень просто. Куда-сюда. И что же у нас внутри? Так, начнем из того, что он нам дает в подарок этот кейс. Дает битодержатель. Идут 4 битые хрестовые и 2 плоские. Держатель, я хочу вам сказать, прикольный, нормальный. Вот, там магнит, все держится отлично. Вот идут еще сверла. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть сверл. Как всегда, вот, как-то китайцы натупили, они должны быть как-то в рядок или что-то. Здесь больше-меньше. Ну, как всегда. Это же мэйдин, узкоглазый наш друг. Прошу прощения. Так, где-то здесь маркировка. Ну, конечно же, со своей камерой я вам не покажу ее. Короче, здесь написано, шестерка, аж, 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 аж. Сверло, как, 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 серло, я вам скажу. Ну, лучше их сразу вынять и пользоваться, потому что, пару раз вы сюда их ставите, туда-сюда, и они начнут выпадать. Это, ну, бит этот, так же сам. Так. Вот здесь какое-то такое пространство непонятное, какая-то щель. Ну, не важно. Так. Что у нас идет? Ага. Так. В самой коробке у нас идет зародное устройство. Так. Идет аккумулятор. Так. Идет сама, сам шереповерт. Дрелька, хочу сказать. Так. Итак, закончилось видео, начал записывать другое. Так, у нас здесь вот такая вот документация. Это гарантийный лист, здесь цена, туда-сюда, все, что указано, гарантийные талончики нужно хранить, чтобы сделать возврат в случае неудачи. Так, есть вот такая брюшюрка, заманушка, разные сверла покупать. У меня вот такой наборчик есть, я покупал добротные сверла. Так, и вот, это та же самая, которая есть инструмент. Чисто замануху такую кидают в середину. С одной стороны хорошо, с другой стороны пригодится. Так. Так, вот есть такая вот книжечка, где рассказано, как нужно работать с инструментом. Характеристики его. Так, разборка, грубо говоря. Так, здесь желательно посчитать, как снимать патрон, поскольку патрон очень сложно занимается. Не патрон, а аккумулятор. Патрон снимается очень легко. Здесь все просто описано, вот мне нравится, не пораим, зато еще, что здесь инструкции очень просто, все красиво написано, не нужно много листать. Вот. И здесь, кто хочет там пошаманить, здесь еще схема. Все, для нотаток там пишите. Разные свои стихи. Все, здесь опять же заманушка. Так, вот эта документация была в том пакетике, вот этот пакетик в этом шупроверту, вот такой еще бейджик был. Регистрируй. Так, продолжим дальше. Так, аккумулятор. Напруга 12 вольт, емкость 2,5,5, сейчас заряду стоит, серийный номер, но он уже будет использован. Так, вы видите, здесь вот так даже, вот здесь банка, здесь 3 батарейки стоят, все. Так, зарядной, зарядной, а так, примерно длина 1,5 метра кабеля, нормально, имеет вот такое гнездо, плюс-минус, все, и крепление. Две лампочки, зеленая, загорается, если у вас зарядка окончена, полностью заряжена, если мигает что-то не то, красный, если разряженный аккумулятор. Все очень просто, как всех аккумуляторов, всех зарядных устройств. Оставляется просто, перепутать там, наоборот, невозможно поменять полярность. Все очень просто и понятно. Так, показываю, одной рукой, вот, можно снять патрон. Все. Вот здесь, здесь такие места для шариков подшипника. Здесь вот, сам такой, вот, патрончик с подшипничком. Итак, здесь написано, анлок, открыть. Патрон такой, очень странный. Тут вот, видите, все понятно, что написано. Так, сейчас, секундочку. Так, оставить одной рукой неудобно, потому что нужно оттягивать. Так. Хочу еще предупредить, что нужно закручивать вручную, а не нажимать на кнопку, держать патрон, поскольку потом будет проскальзывать сырой, будет выпадать. Это вам так на будущее. Так, что мы здесь видим? Не прям, здесь вот, индикатор зарядки. Так, сейчас показываю. Горит три лампочки, значит, три есть. Так, здесь видно ротор. Так, здесь вот, нам пишется 12-ти вольтовый. Туда-сюда диаметр сверлосельный номер. Так, кнопка вот, входит посередине блокирации при привозке, чтобы не включился. Хотя, такого, наверное, не пишут. Так, здесь вот есть хай-лоу, заразно следит на лоу. Вот на хай-лоу. Так, скорости. Так, крутится очень-таки сложно. Одной зеркой не покрутить. Не знаю, у меня на Матабо очень все просто. Вот сверло, все. У меня на Матабо идет ударный шуруповерт. Ударный аккумуляторный шуруповерт, конечно же, это извращенство, но все-таки есть такое дело. Все, он, смотрите, прекрасно стоит, держит, держится на полу. Так, хочу вам сказать. Здесь 18 скоростей, один режим сверления. У меня есть режим для закрученных шуруповерт, так же, как здесь. Помимо этого, можно регулировать скорость на самом моменте, как вам сказать. Вот выставили здесь сверло, а здесь регулируете еще вот скорость. Так же самое здесь выставили на удар, и здесь тоже можно регулировать. Ну, прикольнейший Матабо, конечно. Так, что у нас здесь еще есть? А, еще есть фонарик. Не знаю, как видите, фонарик, Матабо в моем свете, Дун, очень отлично. Так, аккумулятор такой же самый, чтобы его снять, я не снимлю его даже одной рукой, там, Думе. Две руки нужно использовать, вот здесь сжать. Снимается очень туго, непонятно почему. Так, имеет также шуруповерт, очень-таки неприятный запах пластика. Выглядит он как-то очень бюджетно. Вот здесь вот прорезиненное какое-то такое, вот это одна часть, вот это. А все это, вот эти вставки какие-то непонятные. Что я вам хочу сказать, за 2,300, как он себя покажет в работе, я не знаю. Поэтому за такие деньги можно брать. Нормальный шуруповерт, кейсик, все есть. Поэтому я вам советую эту торговую марку, я ей проработал очень много лет. Компрессорами, сварочными аппаратами, циркулярными дуговыми пилками. Не знаю, все меня устраивает. Поэтому советую вам покупать эту торговую марку. Всем спасибо за внимание, подписывайтесь на канал, надеюсь, мои видео будет вам полезнее, стараться не затягивать. До свидания.